90% украинцев могут оказаться за чертой бедности к концу года. Такой неутешительный прогноз опубликовали в ООН. По данным организации, на сегодня закрылось более 30% предприятий. Нанесенный инфраструктуре ущерб превысил 100 миллиардов долларов. Эксперты считают, что если конфликт продолжится, то почти всем жителям страны придется укладываться в лимит 5,5 долларов в день. Это менее 2,5 тысяч тенге. Рустамар Албаев с подробностями. На саммите в НАТО Владимир Зеленский заявил, что Россия использует фосфорное оружие. Он просит Альянс предоставить им 1% их оружия и боеприпасов, поскольку Украина не в силах предотвратить гибель людей. Эти сранку были фосфорные бомбы. Сегодня утром были фосфорные бомбы. Фосфорные российские бомбы. Снова погибли взрослые. Снова погибли дети. Я просто хочу, чтобы вы знали, Альянс все еще может предотвратить гибель украинцев от российских ударов, от российской оккупации, предоставив нам все то оружие, которое нам требуется. В ООН приняли резолюцию, обвиняющую Россию в создании гуманитарного кризиса. В Евросоюзе решительно настроены помогать Украине и применять против России новые санкции. В НАТО по-прежнему не желают вводить войска, опасаясь ухудшения конфликта. Однако Альянс укрепляет военный контингент в Восточной Европе. Генсек Йенс Стоутенберг заявил, что если обнаружится подтверждение применения химического оружия Москвой, то их политика может измениться. Любое применение химического оружия полностью изменит характер конфликта. Это будет грубым нарушением международного права, широко распространившимися последствиями. И, конечно, будет чрезвычайно опасным. Это затронет украинцев. Также существует риск того, что это окажет прямое воздействие на людей, проживающих в странах НАТО. Тем временем Кремль продолжает утверждать, что военные действия направлены на обеспечение безопасности России. Глава МИД Сергей Лавров настаивает на том, что в Украине проходят испытания биологического оружия. Нас, конечно, особо интересует наше геополитическое пространство, пространство бывшего Советского Союза, на котором американские военные, Пентагон активнейшим образом создают военные биологические лаборатории, о деятельности которых не всегда знает и страна нахождения этих военных объектов Соединенных Штатов. По данным ООН, только за месяц войны города Украины покинули почти 3,5 миллиона человек. Из-за большого притока людей в отдельных странах начались затруднения с приемом беженцев.